всем привет у меня обновочка это модель радиоуправляемого танка американский средний танк м4а3 шерман со 105 миллиметровой пушкой значит танк шестнадцатом масштабе радиоуправление 2 и 4 гигагерца производитель холонг по их нумерации это 38 98 дробь 1 этот танк на пластиковых гусеницах и с нему пушки то есть будет стрелять 6 миллиметровыми шариками посмотрим что идет в комплекте ну и конечно же потом пойдем протестируем на улицу посмотрим как этот танк будет ехать значит коробочка вот хочу обратить внимание коробка качественная упаковка качественно то есть все дошло в общем то не помятым в целости и сохранности поэтому за упаковку конечно же плюс и сразу по цене сориентирую значит это как я уже сказал самая простая версия и стоит она 110 долларов ссылка будет в описании в комплекте мы видим инструкцию эта инструкция по аппаратуре кстати как я вижу аппаратуры здесь у нас третьего поколения то есть в общем то отличий от второго поколения не очень много но они есть в виде вот этих клавиш которые появились сверху но чуть попозже я все покажу здесь у нас какой-то конвертик такой красивый может быть какое-нибудь приглашение куда-нибудь в гонконг съездить красивая открыточка приглашаю зайти на сайт хэнлонга дополнительно положили антенну но у нас частота радиоуправление 24 гигагерца видимо по старой привычке они антенну кладут то есть такая антенна нужна была для танков которые работали на частоте 27 мегагерц в принципе антенка нам не пригодится ну или пригодится для чего-нибудь другого также здесь у нас есть декали то есть все это можно будет украсить танк то есть придать ему больше копийности мишень по которой можно стрелять шариками и инструкция самое главное это танк давайте его попробую достать в общем то легко все это достается давайте все достану а потом рассмотрим поподробнее конечно внешний вид у него мне очень нравится в том плане что вот вы видите что он покрашен не просто однотонной краской а у него есть такое вот чернение на стыках то есть какие-то такие потертости это конечно же очень круто смотрите здесь у нас идут баки канистры и ящики здесь какие-то сумочки которые тоже видимо можно будет закрепить на танк здесь у нас прикольно время смотрите вот мелкие детали лопата топор кувалда прикольно выглядит причем разных цветов но здесь у нас пулемет подставка под пулемет еще какие-то панельки слушайте много всего много положили всяких вот мелких запчастей я думаю что я перед испытанием все это прикреплю чтобы танк был красивой еще какие-то ящички панели это видимо под патроны в этом пакете стики для аппаратуры радиоуправления они лежат отдельно то есть их нужно будет вот так вот вставить ну давайте танкист посмотрим похожим на папашу войны брэда пита ну не знаю по моему не очень похож у нас где-то должен быть аккумулятор аккумулятор скорее всего внутри танка но вот всего наложили отверточки я не вижу отвертку я предвидя ситуацию приготовил давайте попробуем открыть мне интересует размер отсека отсек стандартный это уже хорошо то есть как бы не будет больших проблем с подбором аккумулятора и в комплекте у нас идет литий-ионный аккумулятор емкостью я так понимаю 1800 миллиампер час 74 вольта аккумулятор по опыту использования ну не очень хорошего качества то есть если вы купите такой танк на первое время пойдет но потом этот аккумулятор конечно придется поменять ну вот проблем замены не будет благодаря тому что здесь стандартный отсек то есть не урезанный тамиевский разъем давайте я подключу потом будем вставлять батарейки в пульт управления и попробуем танк запустить ребят не удержался смотрите мне кажется танк совсем по-другому стал выглядеть то есть ушла вот та пустота которая была на корпусе этого танка и единственное о чем хочу предупредить если вы закрепите навесное оборудование то в коробку танк уже вылезать не будет то есть вот это все учитывайте значит аккумулятор подключили теперь тумблер в положение он заморгали фары включаем аппаратуру для питания аппаратуры потребуется 6 элементов 2 это могут быть обычные батарейки которые продаются в любом магазине в комплекте они к сожалению не идут вставили батарейки включаем аппаратуру для того чтобы завести танк нужно нажать вот на эту кнопочку с замочком нажимаем и танк заводится прикольный звук завода правый стик у нас отвечает за движение вперед-назад за развороты у танка есть раздрай можно разворачиваться на месте причем звук работы танка можно менять вот эти шифты которые есть наверху если удерживать правый и нажать на левый то слышите звук двигателя поменялся давайте вам погромче сделаю это очень круто потому что можно менять звук работы двигателя давайте пойдем дальше значит вот эта кнопка у нас отвечает за громкость работы двигателя и особенностью вот этой аппаратуры в отличие от аппаратуры второго поколения в том что звук можно полностью выключить сделаем самый тихий и следующая кнопочка у нас отвечает за включение дым машин то есть можете слышать дым машина заработала да дым идет но не знаю видно вам или нет но такой очень слабенький вот это выстрел пулемета либо можно продублировать вот этим шифтом кстати должен загораться красный светодиод вроде бы горит вот эта кнопка и движение левого стика вверх отвечают за выстрелы спушки но для этого нужно удерживать правый шифт и происходит выстрел то есть это дополнительное предохранение от случайного выстрела потому что пушка стреляет достаточно сильно шарики бьют очень больно и вот ну сделали такую дублирующую кнопку то есть просто так при нажатии кнопки выстрела не происходит но еще одно отличие аппаратуры третьего поколения от второго то что если мы опускаем джойстик вниз пушка опускается вниз если вверх то пушка поднимается вверх на аппаратуре второго поколения пушка опускалась поднималась по кругу если отклонять этот стик влево вправо то будет поворачиваться башня кстати поворачивается она здесь на 180 градусов на 360 градусов башню повернуть не получится ну что давайте пробовать заводим танк специально поставил другой звук чтобы вы могли оценить звук завода двигателя работа двигателя поехали значит ну тут ровная поверхность давайте попробуем разворачиваться и посмотрим максималку вот это максимальная скорость давайте заодно посмотрим дальность приема очень часто спрашивают как далеко будет принимать радиоуправление но могу сказать что 2,4 гигагерца будет принимать дальше чем вы сможете этот танк видеть и вменяем управлять им ну вот смотрите уже достаточно далеко танк уехал давайте разворачиваться задачка чуть посложнее попробуем проехать по этим холмам кстати предыдущем обзоре грузовик b36 урал не смог заехать шерман тоже буксует смотрите смотрите то есть ребят горочка не такая простая как может показаться давайте еще раз с разгона будем пробовать заехал все таки заехал но это в общем то и понятно потому что тут площадь сцепления больше на гусеницах и знаете что я хочу сказать он достаточно резкий то есть тут конечно надо управлению привыкнуть ну давайте следующую горку а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Каток вращается на втулке и, видимо, сюда попал мусор и каток просто заклинило. Поэтому он выкрутился, просто гусеница его выкрутила. Значит, вот я всё прочистил, вращение теперь свободное и можно устанавливать на место. То есть нужно просто совместить с его крепёжным отверстием и вкрутить саморез. Ну вот, если бы отвертка была с собой, то можно было бы сделать на месте, и это вопрос буквально 20 секунд. Вот. Как видите, всё очень просто. Значит, каток установил. Ставим колпачок на место, чтобы прикрыть крепёжный винт. И, по идее, танк у нас должен работать. Проверяем. Мы посмотрели ещё одну модель радиоуправляемого танка в 16-м масштабе от Хэн Лонг. Ссылочка на этот танк будет в описании. Также оставлю ссылки на обзоры других танков от Хэн Лонг. Обязательно посмотрите. Я с вами на этом буду прощаться. Подписывайтесь на канал. Лайки, дизлайки. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok